Всем добрый день! Это питомник роз Полины Козловой. Видео по просьбам. А покажите нам самую желтую-желтую розу. Ну вот, сейчас солнца нету. Пасмурно. Показываю. Это у нас сорт чайно-гибридной розы. Сорт называется Керио. Ее, по-моему, никогда ни с чем перепутать невозможно. У нее, хоть и классический разворот бутона, при этом у нее небольшой реверс по краю лепестков. И когда она совсем раскрывается, она по-особенному выглядит. Сорт очень яркий. Одна из самых желтых роз, которые на сегодняшний день у меня есть. По крайней мере, из того, что я видела. Он на солнце выгорает, но не критично. Если ему питания хватает, то все с ним нормально. Когда он выгорает, он становится вот такой. Но, опять же, этому цветочку конкретному, который я сейчас показываю, мы уже, наверное, дней 5-6. Опять же, это полевые условия. За цветами мы не смотрим. Мы смотрим за качеством кустов. Ну вот это вот, скажем так, уже совсем пепельно-белый. Это уже все. Цветочек нужно оборвать. Сорт отлично себя ведет. Он мега популярный. Что свидетельствует проплешины в рядах. Он невысокий, как ли чайно-гибридно. Он где-то имеет среднюю высоту. Это в районе метр десять, метр двадцать. Он не болезненный, он быстро восстанавливается. С него очень хорошая срезка. У него шикарный такой плотный цветонос. Прям букеты с него получаются идеальные. Хорошая роза, лист у него хороший. Скажем так, из желтых одна из. Но это самое желтое. Желтее пока вот я ничего не могу вспомнить. Вот именно из чайно-гибридных. Из других групп, да, есть желтые сорта. Из плетистых, из парковых, из бордюрок. Они есть. А вот именно из чайно-гибридных. Опять же, сколько ни делай этого сорта, он всегда, его не хватает. Красивая роза. Вот так вот мы цветем. У нас пасмурно. У нас пошел период дождей. Противнейшая погода, когда очень жарко. И при этом большая влажность. И вот если у вас в такую погоду начинается мучнистая роса, то бейте себя по рукам и просите прощения у своих растений, потому что вы не сделали обработку заранее. То есть, если бы вы сделали обработку хотя бы недели-две до того, как пойдет период дождей, листики бы на розах и на всех растениях были бы у вас чистые. А сейчас вам помогут препараты, которые работают хорошо, во влажную и, скажем так, погоду и жаркую. Ну, из тех, кого я пробовала, это хорус. Может быть, кто-то еще какие-то препараты знает. Рассказывайте. Так, ну все, называется... Хотела про желтое, пошла дальше. Это у нас краненбург. Старый-старый сорт, ему тысячу лет в обед. Вот, у него бесконечные волны популярности и забытий. Вот у нас опять очередная волна популярности. Он очень рано зацвел, он уже отцветает. Очень хороший такой... Я сказала... Не знаю, как объяснить. Это и не темно-малиновый, это и не свекольный. Это что-то такое, такая темная фуксия. Классический цветок огромный. Это настоящая садовая роза с приятным ароматом. Это родственник Глории. Там какой-то клон. Тоже один из хороших сортов. Ну, вот так вот мы выглядим. Цветем, осыпаемся, опять цветем. Совсем чуть-чуть у нас уже пойдут активная отправка. У нас уже много заказов, кто просит сейчас отправлять. Люди уже не боятся высаживать розы во второй половине лета. Все умеют ухаживать. Ну, а пока как-то так. А теперь всем спасибо. И до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok